Я хотел бы на него интервью небольшое взять, у него. Мы с ним больше всего из тех вас знакомы. Он помогал, выправлял у меня что-то неправильное. По интернету, по роликам. И он погрузился в вопросы, он никогда из них не вылезет. Там у меня 4124 вопроса, которые я отвечал в пяти университетах, в пяти отделах милиции, городском, краевом. Три радиопрограммы еще регулярно ввел, а вопросы, по 30 вопросов за эту передачу было. И вот они все запускированы. И теперь, как их оформить, как преподать, в какую тему внести. Скоро скажи, как мы познакомились. Так, послушайте. Мы познакомились, я первый раз, конечно, услышал об Игнатии Ласкине, от Геологии Максимова, но вообще услышал, что такое явление есть. Такой человек, он нападает. Да, он нападает, я так открыл это видео, смотрю, что-то говорит, что-то невнятное и выключил все. Но уже Игнатий Ласкин я запомнил. Он даже отрицательный, а положительный положительный. Я это запомнил, думаю, ну ладно, и все. Дальше уже я слышал, как вопрос задавали Владимиру Главину по поводу Игнатия Ласкина. И он от него положительный отозвался. Ну я тоже никак не отреагировал. Просто уже два раза я инился. И плюс, и минус, и право, и лево его не тронуло. Да, потому что Георгий Максимович, я до этого уже лет 10 назад давно его знал. И я уже от двух человек, я уже услышал, ну значит, думаю, человек какой-то известный. Потом, через какое-то время, я вдруг наткнулся на Сергея Парализованного. Тоже какой-то у него, прочитал на сайте у него, у него там такой рассказ. Я прочитал, и меня он очень тронуло, прям как будто меня касался. То, как он ударился, как он рассказывал, какой он жизни жил до этого. Меня очень сильно тронуло. И я потом увидел видео, как он с вами разговаривал. Если, ну, с вами, я думаю, ну, Игнатий Ласкин. Потом опять, говорю, я вижу, видео выходит, опять спрашивают про Игнатия Ласкина. Ну, я думаю, ну все, надо мне зайти посмотреть, кто же это такой. И все, захожу, набираю, и выпадает Игнатий Ласкин, полиция, приезжает женщина, две женщины из прокуратуры одна, а другая из органов опеки по лагерю. И там я вот это видео начал смотреть, я его раз, не знаю, раз пять, наверное, шесть посмотрел. Ну, два часа, но он меня очень сильно тронул, просто насколько, ну, там она говорит, можно дать ему? Нет. Можете, можете дать ребенка посмотреть? Нет. Они там где-то. Вы, ну, можно против им прокуратуры? Можно, только у вас, говорит, вам, у вас краска на лице, вам надо себя привести в порядок. И они все, они же обычно, как я с ними сталкиваюсь, они-то все себя считают властью, они приходят и с ними, как бы, сюсюкаются, я служил в вооруженных силах, и там, если какая-то проверка приходит, все, там одна ложь, там, все тут надо подставить, все перед ними бегают, их там, ну, как можно, и благоуплажают. А здесь они приходят, и они подстраиваются под емку, если она надела. И тут я смотрю, думаю, вот это действительно, я такой смотрю, оказывается, для меня сразу стало понятно, что так и должно быть. Женщины пришли, и они должны подстроиться, то есть в монастырь они должны по-своему, так, какие там порядки. Я думаю, вот это по-мужски, оказывается. Я уже тогда подумал, что, думаю, нету такого у нас в мире, я думаю, а кто это такой? И дальше дал смотреть, стал видео, и много посмотрел видео, где вы разговариваете с еретиками. И у меня радость такая была, так уверенно, думаю, в Писании говорите, там, верите в Него. Я думаю, ничего себе, так как можно верить в Писание, у меня это было вообще что-то новое. Говорите Писание с таким, как будто, я не знаю, о Христе, как будто Он за стенкой там живет. Меня это очень поразило. Но, я, конечно, естественно, сразу стал, думаю, ну, что-то не то. Не может быть так все просто. Я стал сразу же всю негативную информацию качать. Значит, выгнать и Латкин, ереси, сразу, прям, я сам набрал. Все, выходит ереси, какие там, и все, и началось там, по пунктам. Но я уже знал, я потому что Головина знал, как могут лгать. Я знал, что там написано, а я это верить не буду, я проверять буду. И стал смотреть, и там попало по некоторым пунктам, что я видео смотрел, где вы говорили, допустим, где вы говорили про стерги Радоничского, то, что он должен быть предан анафеме, согласно канонам. А там было сказано, что хулите. А я видео смотрел, по канонам так написано, ну, то есть, что, и я думаю... То есть, монах стал, военный был, стал монахом, а потом опять пришел. Канон носить, его предать анафеме. То есть, они взяли и передернули, то есть, они вытащили из контекста, как бы взяли и навязали вам, что это вы сказали. А я каждый день молюсь ему, как я уходил? Солгали, думаю, солгали здесь. Ну и так я где-то 2-3 пункта проверил, смотрю, солгали везде. Везде сбрехали, сбрехали. И все, я сразу это отбросил. Единственный у меня пункт остался, я же в Московской Патриархии, наученный, каноническая территория, канонические... Ну, вот все, что касается принадлежности РПЦЗ, РПЦМП, Короскол. Вот это для меня самый был важный момент. Я ему посвятил где-то времени, ну, около месяца изучения вот этого вопроса. То есть, я просмотрел видео, где батюшка рассказывает то, что пришло письмо, то, что разбирается у вас в общине этот вопрос. И в совокупности все я это оценил, и для меня тронуло место описания, где говорится, что волк, ну, то есть... Приходит волк, а пастырь боится? Пастырь боится и бежит. И я понял, что они-то никуда не уходили. Наемник. Наемник, да, боится. Да, это вверху. Наемник. Путин там запутался, и в это время они... А я в какое отношение? Мы никуда не подавали, как молились и молимся. У нас регистрация от русской православной зарубежной церкви, патриархию мы никогда не отрицали. Мы не подходим и не подадим пункт. И тогда они, видимо, там... Патриарх спросил Алексея только, как там это... С Лапкиным какие отношения? Он говорит, очень хорошие. А почему же они так? Он говорит, архиерей, если бы там по-другому себя вел, может, по-другому. И, видимо, они решили оставить как есть. И потом приходит уже, узнаем, оставить как есть. У нас близкие отношения. Метрополит приезжает вот здесь, служит, потеряет. Мы все выставляем. Если я иеретик, то архиерей это уже не архиерей. Он с иеретиками служил, а на него пять пунктов падает. Да. Ну и... Вот, получается, я посмотрел, оказывается, вы никуда не ушли. То есть с вами ничего не происходило, вы сами от себя ничего не сделали. Да. А я... Ну, а как может быть раскол? Вы должны обязательно кого-то не поминать. То есть выйти из чего-то. Раскола-то я... Колит топор, а не щурка колит. Я никуда не уходил. Как я могу сказать? Это вы там делаете свое. Это ваша политика. Да. И вы никуда не уходили. И вы, более того, я посмотрел, вы признавали всегда благодать с московской патриархией. Я туда всех вот полста лет, сколько людей пришло, тысячи, говорю. И все до одного направляем в московскую патриархию. А священники думают, да как могут нападать? Один говорит, смотри, в Новгороде. Вот такого нашли, а там какая-то черная сотня, приезжали, я называю, черного сотни. Вот. И он начинает говорить, он знает, такой человек, вот, а-а-а. Это яговистский жид на меня. Яговистский жид. А священники говорят. Ну, а у него бывает, чтобы люди обращались? Говорят, да кто-то и оно, что и Олег Стеняев, и Кураев говорят. И через кого столько людей не приходят. А куда они приходят? Да куда всех в московскую патриархию? Да кого еще спрашиваете тогда? Где хозяин где-то на грамме? Куда тянет, соседям или себе? Вы что говорите-то? И они сразу все рассыпались. Вот один ответ. Куда? Заработал деньги, тащил туда. До одного рубля. Кому выгодно? Вопрос. Да. Ну и все, для меня это вопрос. Я посмотрел, что к вам приезжает митрополит. Что приезжает, смотри, он там к вам идет, смотрит с вами, обнимается. Потом служба ведет, там упоминается. И упоминается, при том, там не только патриарх московский, а еще и Иларион. То есть признается абсолютно, что это... И Абхилия, он знает, что мы РПЦЗ. Да. И он их производит, сам Абхилия. Узаконить больше никак нельзя. С какой мы территорией относимся? Это вы нас сделали такими неуязвимыми. Тот говорит, я вам отдал, а этот говорит, а я их не принимал. А живу с ними вместе, кормлю и пою. Это супер уникальное положение, общины дал Господь. Это нельзя самому... Мы не придумали, это Господь так вывел. И они признают и те, и другие. А наказать не может ни тот, ни другой. Вот сюда. Было такое. Бывало иногда, говорят. Но только там люди сразу переходили куда-то. У Яна Затауста был епископ Милетий. А в это время, когда его посадили, избрали другого. Павлин. Это не птица, не петух какой-то. Имя. И когда тот вернулся, они уже на два разделились. Они говорят, ну как же, одинаково была церковь. Теперь решили так, в общее собрание. Кто первый умрет, от него вся паста переходит туда. И все согласились. Первый умирает, по времени все к Милетию перешли. То есть решение всегда какое-то есть, но его надо найти. Да. Ну и на молитве. То есть все равно, когда находишь всю жизнь в московской патриархии, и вот это все на себе тащишь, то встречаешь, когда Игнатия Лавкина, то внутри сразу какие-то смущения. Ты понимаешь, что ты связываешься не с тем, а с другим духом. Дух другой. То есть он отличается. И никак ты не можешь это проверить, кроме как на молитве. То есть и постоянно, каждый день, в течение месяца, двух, каждый день я спрашивал, от Бога ли человек, от Бога ли человек, или от Бога ли человек. По каждому вопросу. То есть борода. Правда ли это, от бороды или нет. И параллельно я изучал вопрос. Мне Бог чудесами показывал, что борода это правда. Что действительно борода это обязательно для любого мужчины. Потом также по вопросу крещения. Это вообще вопрос тоже я целый месяц посвятил. Мы по материалам. Я действительно не нашел ничего. То есть ничего говорящего, что действительно крещение, которое обливание. Здесь только единственное одно, это дедахи, которые говорят, что если нет возможности, то тогда можно обливать. То есть если нет возможности. И они берут эту извращенную логику, и это направляют, и переворачивают, делаются вообще в любую возможность. Дедаха считается апохлеп. Ее не в канунах, нигде нету. Но там перечисляется вода живая, вода стоящая, то другое. И если нету, что означает нету? Два пункта така где нету. В тюрьме нету купели. В степи, в плену, у татар. Все. А третье еще относятся, если к линь, как Сергей лежит. Тогда они под ним многослойно, большой, целопановый сделали, как корытов. И там его обрели. А к этому они теперь в любой момент делают наоборот. Песком и свиньями крестят. Тем более, я посмотрел, то есть я смотрел 50-й канон, и там написано, что кто крестит не трехкратным погружением, и не смерть, смерть, точнее, Господа Иисуса, то есть однократное погружение, то епископ или священник должен быть изверным. И сам выкидывается. Но там не сказано, что обливание это, то есть, не действительно. То есть сказано, что так, но не действительно. Это не сказано, и это, естественно, если у тебя сознание такое немножко семинарское, то ты это не воспринимаешь. Но я зашел в 49-й канон, посмотрел в толкованиях, и там толкователь говорит, что действительным погружением считается, которое совершено только правильно, только в трехкратное погружение, и с правильной формой произнесения. То есть все, что вне этого, то не считается действительным крещением. Я посмотрел в толкованиях, действительно так и написано, для меня это тоже стало понятно. Еще много чего, допустим, я посмотрел настольную книгу «Священнослужители», и там описывается вариант, когда крестят мирянин. И там написано, что если мирянин крестил, ну то есть не было возможности священника, он крестил, они приходят, после этого должны обязаны прийти, допустим, человек этот выжил, он должен был умереть, но выжил. Они обязаны прийти к священнику, и священник должен точно выпытать, трехкратным ли погружением он крещен. Правильно ли формула была на дождь и колбу. То есть это было, это есть в настольной книге «Священнослужители», где это исследуется, трехкратно ли, и там написано, если хоть что-то было нарушено, крестить нормально было. Немало не сомневались. Так, кто у вас первый принял ваше мнение, расположился? Первый нету, одновременно и жена, и отец. В один день? Ну вот это я не могу точно оценить. Жена-то у меня просто, что я смотрел, она смотрела со мной, я ставил на телевизор, допустим, мы спать идем, я на телевизор поставлю, мы слушаем, как мы с еретиками разговаривали. А почему ваша теща признала нас еретиками, расходниками? Ну нет, она не то, что признала, она так вбрасывала, вброс такой делала, чтобы я это ответил и проверку. Я отвечал и опровергал ей. А она приняла это? При разговоре всегда принимала. А почему не приехала? Ну, в этот раз, там какие-то поминки, да, 40 дней, она уехала. Ладно, вопрос решен. Значит, мы расстаем за друзьями, спрашиваю, друзьями? А что, друзьями? Ну все, на слово. Ну покажи, отца живой. Все у меня. Ко мне возгласен. Игнат Тихонович, я творение написал перед событиями и хочу прочитать сейчас. Тихонович, творение хочу прочитать. Стоит с вами, вы рядом. Ну давай. Кто не всегда не получал столько времени поджим. Одно можно сказать, оно для вчерашнего дня, а второе уже для сегодняшнего. Громче говорите только. Желательно погромче, да. Я не слышу вообще. Сейчас громко максимально. Я точек привык. Будьте громко, заложите. Написано именно перед дорогой сюда. Перед ответственной дорогой, какая есть вся наша жизнь, особенно душой к Богу, своей греховной преклонись. Предстань, алкающий, просящий, перед Христом, упавший, ниц, грехами, гибельно горящий, с молитвой исповедь изрить. Себя распни перед распятым, но не безвинно за грехи, что испокон внутри роятся, как шершни в одупле ольхи. Ты их гони бескомпромиссно. Пусть жалят и грызут тебя. Молитвою, слезами мыслю извергни гадость из себя. Ты знай, что исповедь пред Богом есть его лечение и есть исток спасительной дороги и исцеление корень весь от пут губительного мрака, от зла забвения Христа, от векового с бесом брака и рабства смертного грехам. Вполне реально, что минута твоя последней течет, а далее какая участь тебя тогда по смерти ждет, ждет тот, кому усыновился, кого держался, с кем шагал, делами, мыслями своими, кого устами восхвалял, ради кого себе отверстия, чьи цели воплощал и ждал, словами чьими вдохновился, стремился, падал и вставал. Для каждого вопрос и суд есть, и жизнью сделанный ответ, но Бога милостью сугубой мы обленились в большинстве, на правде жизни утверждая, прохладно Господа любя, увы, никак не направляю на встречу с Богом мы себя. Христос всегда спасения жаждет, души для каждого из нас, а нам смиряться с Него правдой и лексов видеть беспрекрас. Евангельский настроить зрение, по слову Божьему принять людей события явления и спеть гордыни полнять. Реченные через пророков святое слово будь всегда нам компасом на всех дорогах и воля Божья в нас тогда. Аминь. И еще одно маленькое по крещению просто не мог просто открылось и Господь Бог рукой вводит. Когда? Перед отъездом сюда в Казани. Это вот обращать я тоже в первую очередь всем, кто сегодня таинство принял. Напутство и поздравляю нас всех с крещением святым. Христа поддержку призываю, молю, вдохни духовных сил, чтобы отныне Божьим светом во полноте его даров богатством совести согретым несли в мир слово и любовь. Пусть грех изыйдет, сгинет мерзкий, лукавое посрамлено, плоть кровь святая, пусть навеки вольется в наше естество. Спасибо. Аминь. Спасибо, Игорь Тихонович, вам спасибо. Низкий поклонник. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Вот интересно, я вернулся когда-то в заключение, один пришел ко мне, и Акафис написал. Страдал, Иси, вот это. Сегодня Игорь из чего ради это понесло. Друг считает по-славянски. Лень была открыть, где по-русски. Заранее не приготовили, по-славянски считали при крещении-то. У нас никогда этого не было. Я еще пойдем разбираться с ними. Ну, вы знаете, это место нам хорошо известно. А уж батюшка-то считал Евангелие по-русски. Все. Вопросы ко мне. Давайте пообедаем и начнем дальше. Конечно, вы и все. Народ голодный. Можно покажем. Все. Вопросы ко мне. Нету ничего? За стол. Вы еще поймете, что я правда сейчас сказал. Господи, я его глянусь.